Друзья, всем привет! Сегодня я покажу вам 4 классных рецепта из творога. Мы приготовим 2 запеканки, 1 классическую, 2 на сковороде, сырники и королевскую ватрушку. Это мои самые-самые любимые блюда из творога, и я готовлю их чаще всего. Ну что, давайте начнем с сырников. В глубокой миске смешиваем творог, сахар, муку и яйцо. Хорошо перемешиваем ложкой до однородного состояния. Можно воспользоваться погруженным блендером. Теперь из этого теста скатываем одинаковые и небольшие шарики. Чтобы тесто не липло к рукам, их нужно присыпать немного мукой. И теперь формируем из этих шариков наши красивые сырники. Таким вот образом, как я это делаю на видео. Этот способ очень простой, быстрый, и сырники получаются всегда красивые и ровные. Теперь обжариваем сырники в раскаленном масле с двух сторон. Масло можно использовать растительное или сливочное, какой вам больше нравится. Жарить сырники нужно на среднем огне. И теперь приготовим для них соус. В небольшой кастрюле смешиваем сливочное масло, сметану и сахар, или сахарную пудру. Ставим на плиту и варим на минимальном огне до однородности. Постоянно помешиваем ложкой или венчиком. Наши готовые сырники складываем в форму для запекания, поливаем их соусом и убираем в духовку. Готовим примерно 8-10 минут при 180 градусах. Эти сырники очень красивые, сытные и вкусные. А теперь переходим к запеканке. Эта творожная запеканка намного легче сырников в плане калорийности, ведь она готовится совсем без муки. Берем две миски и отделяем белки от желтков. Белки складываем в одну миску, желтки в другую. Миски должны быть достаточно глубокие. Теперь к желткам добавляем сахар, манную крупу и творог. Творог можно брать любой, у меня был пастообразный в брикетах. Перемешиваем тесто до однородного состояния с помощью обычной столовой ложки или погруженного блендера. И теперь возвращаемся к нашим белкам. В белки добавляем щепотку соли и хорошенько взбиваем их миксером. У меня ушло примерно 1-2 минуты, взбивать нужно до пышной белой пены. И теперь аккуратно перекладываем взбитые белки к нашей творожной массе. И перемешиваем плавными движениями сверху вниз. Никаким миксером или блендером пользоваться здесь нельзя, иначе пузырьки воздуха в белках полопаются и запеканкой не получится такой воздушной, как должна. Теперь берем форму для запекания и смазываем ее небольшим кусочком сливочного масла. Перекладываем в нее нашу творожную массу и убираем в духовку. Готовим примерно 40 минут при температуре 190 градусов. Если хотите, верх запеканки можно немного смазать сметаной. Вот такая она получается румяная, красивая и очень вкусная. Но если у вас нет духовки, вы все равно можете сделать очень вкусную творожную запеканку. Сейчас я вам покажу. Берем миску и отделяем белки от желтков. Желтки смешиваем с сахаром, добавляем к ним крахмал и сразу же туда кладем творог. Творог я тоже взяла пастообразный в брикете, как в прошлом рецепте, он мне очень нравится. Берем столовую ложку и все это дело хорошенько перемешиваем до однородного состояния. В белки добавляем щепотку соли и снова взбиваем их миксером. Все то же самое, что и в прошлом рецепте, только готовить запеканку мы будем на сковороде. Вбивать нужно до пышного белого цвета. Взбитые воздушные белки переливаем в нашу творожную массу и аккуратно перемешиваем с помощью ложки. Здесь можно добавить в запеканку какой-то наполнитель, например, сушеные ягоды, изюм или какие-то кусочки фруктов. Теперь берем сковородку и смазываем ее сливочным маслом. Желательно, чтобы ваша сковородка была с толстым дном и толстыми стенками. Ставим сковороду на медленный огонь, ждем, когда она прогреется. Выливаем наше тесто, разравниваем и накрываем крышкой. Готовим так примерно 20 минут на самом-самом тихом огне. Даем запеканке немного остыть, вынимаем ее из сковороды и нарезаем на кусочки. Это очень вкусно и мне кажется, что даже ничуть не хуже, чем в духовке. Кстати, мой муж сказал, что ему такая запеканка понравилась даже больше. Это отличный рецепт для тех, у кого нет в духовке или для дачного сезона. Обязательно попробуйте. И теперь еще одно мое любимейшее блюдо из творога, это королевская ватрушка. Берем лимон и снимаем с него цедру. Пересыпаем цедру в глубокую миску, разбиваем туда яйца, целиком белки, от желтков отделять не нужно, и насыпаем сахар. Затем сразу же добавляем творог. Творог у меня точно такой же, как и во всех рецептах пастообразных брикетах. Берем миксер, блендер или столовую ложку, все это дело хорошенько перемешиваем. Это будет начинка для нашей ватрушки. Теперь приготовим тесто. Берем сливочное масло, желательно, чтобы оно было слегка охлажденное, и нарезаем его кубиками. Муку просеиваем с помощью вот такой вот чашки или сито, как вам больше нравится. Добавляем в нее разрыхлитель, немного соли, сахар и сливочное масло, нарезанное кубиками. Теперь это все дело нам нужно перетереть в крошку. Вы можете взять сильно охлажденное сливочное масло, натереть его на крупной терке и смешать с мукой. А можете сделать, как я. Как вам больше нравится и как вам удобнее. Главное, чтобы у нас получилось не однородное тесто, которое нужно раскатывать, а вот такая вот песочная крошка. Теперь берем форму для запекания, застилаем ее бумагой для выпечки или смазываем сливочным маслом и высыпаем половину нашей мучной крошки. Разравниваем руками слегка и затем выливаем всю творожную начинку. Сверху ватрушку посыпаем оставшейся половиной теста, ну то есть крошки. Обрезаем лишние края бумаги, ставим ватрушку в разогретую духовку. Готовим примерно 45 минут при 200 градусах. Немного остужаем и подаем к столу. Кстати, такая ватрушка мне больше всего нравится именно теплая. Приятного вам аппетита! Продолжение следует...